В Тамуде и в других наших книгах Мидраши и в книге Зовар эта биография этого человека более полная. Я сейчас вам расскажу. И возникает много интересных нюансов. И когда мы все их сложим, нам сразу станет ясен ответ и на ваш вопрос тоже. Итак, место действия евреи в рабстве в Египте. В Торе это в начале книги Шмот. Написана уже история, как Мошера Бейну подпал во дворец к фараону, вырос там, был значимой личностью, никто не знал, что он еврей. И он вышел однажды постреть, как его братья живут. Он не хотел отдалиться от них, он хотел приблизиться к ним. И вдруг он видел, что идет жестокий спор между египтянином и евреем. И этот египтянин замахнулся, чтобы убить еврея. Мошера Бейн на него посмотрел и просек это все. И как молния просто убил его. Этот египтянин упал замертво. Вот такая история. Но это еще не конец. Он упал замертво. Но до того, как он умер, он был относительно важным египтянином. И приглядел себе еврейку, имел с ней интимное отношение, у них родился сын. Вот тот самый, о котором вы прочитали. Так и написано, что он сын еврейской женщины. Имеется в виду, что он сын еврейской женщины, но не сын еврейского отца. Это вот этот человек. Он знал эту историю, историю своего происхождения, стыдился этого. И хотел максимально спрятаться, чтобы никто не напоминал ему его происхождение. Настолько, что он пришел к руководителям колена Дан. Дан – это одно из колен Израиля. Его мама была из колена Дан, о чем дальше в этом месте прямо и написано. И в других местах написано. И стал настаивать, чтобы его засчитали частью колена Дан. А это нельзя, потому что еврейство определяется по матери, потому что душа определяется по матери. И так далее. А родословное человека определяется по отцу. Какая разница? Родословное не говорит о душе. Родословное говорит о происхождении. Например, твой отец в этом колене был, ты тоже принадлежишь этому колену. Если у тебя мать не еврейка, так ты вообще еврейскому народу не принадлежишь и никакому колену не принадлежишь. Но если мать еврейка, неважно из любого колена, а ты колено Иуда или колено Шимон, ты будешь там, где твой отец. И он пришел к руководству колена Дана и стал говорить, что я, в общем-то, проникся всем и стараюсь соблюдать, и очень уважаю Тору и прочее, намекая на то, что колено Дана будет гордиться, что у них будет такой человек, защитайте меня, подключите меня к этому. А ему сказали, мы не можем. Теперь вопрос, а куда же это, а действительно, куда его подключать? Ответ, что всегда есть духовные люди в нашей среде, которые могут почувствовать, какой духовный корень на иврите Шорош Тишама у этого человека. И тогда подключат его к тому колену, где духовный корень этого колена совпадает с духовным корень этого человека. Что такое духовный корень? Это часть души, которая, если так можно сказать, как фонарик такой, в душе находится и светит, и освещает соответственным цветом. Допустим, зеленого цвета, не обращайте внимания на эти цвета, но, допустим, цвет этого колена, это же определяется потом через флаг, в книге Бамидбар мы узнаем, и другие нюансы, связанные с коленами, 12 колен Израиля. Короче, цвет совпадает здесь, совпадает здесь, и тогда его присоединят сюда, и все будет нормально. Они увидели, что эти старейшины там, что в его душе нет этого фонарика, есть фонарик, но цвет не такой, как душа, колено Дана. И сказали ему, что нет, дорогой, мы не можем тебя присоединить, это будет противоестественно, это будет неправильно для тебя. И пойди к более высоким учителям, и они тебя назначат, к какому колену ты должен присоединиться. Он смертельно обиделся, потому что он хотел быть в колене своей матери, как говорится, среди своих. А ему сказали, что в духовном плане иначе это строится. Тогда он сказал, ну, я скажу мягко, наплевать мне на эти все знания, наплевать мне на правила, и настолько распалился, что сказал, наплевать мне еще выше. Как говорится на арамейском языке, афрол и пумей, прах на уста, но я не могу произнести то, что он сказал. Твора говорит, что он стал плохо говорить в адрес Творца. А это уже очень-очень плохо. И он действительно же был еврей. Как бы правильно автор вопроса заметил, он был еврей. Я сейчас перейду к вашему вопросу. Так что у него были эти понятия, но не было у него другого. Не было уважения к учителям. Не было уважения к Торе. Не было уважения к правилам нашей жизни. Слова типа, а я хочу быть в колене Дана. Если ты должен быть в колене Шимона, например, не годится. Не ты должен это определять. И не потому, что кто-то там умнее или лучше. А если дается чувствительность душам учителей, они могут определить, они могут тебя назначить. И когда в комментариях Раша написано, что он сделал как бы геюр, стал гером, или как вы пишите, празелитом, то это означает, что он сказал, я хочу принадлежать к колену Дана. То есть он сделал геюр сам по себе, сам для себя, не на основе законов. Посмотрите, насколько Тора далеко смотрит. Где этот случай? Что за случай? Какое это имеет значение? А все имеет значение, потому что сегодня есть сотни тысяч людей, которые хотят сделать геюр и убеждают, что они имеют право на геюр, на их условия. И даже эта дискуссия сейчас происходит, в это время, когда я с вами разговариваю, а я сделал запись этого ответа незадолго до Пурима, так чтобы вы знали. Не связано с Пуримом, но просто сказать, когда это было. Незадолго до Пурима 5782 года. Вот эта фраза «Я будет, как я хочу», это его и погубило. Он был приговорен к смертной казни, потому что он еврей. Его же никто не исключил из еврейства. Его исключили из колена Дана, потому что он принадлежал другому колену. И он, как еврей, подлежал наказанию за то, что он проклинал имя Творца. И не просто так. Ему сказали, что ты делаешь, остановись. Это смертельный грех, это смертельная ошибка. Он говорит, если вы меня не принимаете, то все это ерунда. Ну, видите, кончилось плохо. И еще одна деталь, маленькая деталь. Если вы посмотрите вот в текст, я хочу похвалить автора этого вопроса, потому что он привел точное место. Это очень важно. И поэтому вы с легкостью найдете в книге «Ваикра» 24 глава, 10 фраза. Вы с легкостью там найдете и узнаете, как зовут его мать этого человека. А его зовут Шломит Бат-Диври. Шломит Бат-Диври. Зачем Твор это приводит? Кому это нужно? Обратите внимание, что его имя не приводится, а имя его матери приводится. Шломит Бат-Диври. Звучит совершенно по-еврейски. Шломит это некая цельность в этом есть. Бат это дочь. Она мать еврейка была, и ее мать, ее отец был еврей. Ее отец был Диври. Что это значит? Диври от слова довер говорит, разговорчивое. Это Шломит Бат-Диври была болтушкой. Батушка звучит очень так нежно, доброжелательно. На самом деле она была сплетницей, болтала все время, сплетничала мать этого человека. Дошло дело до того, что она, видите, имела отношение с этим египтянином, потому что она по природе своей только ходила и искала информацию. Встречала человека, ну как твой день прошел, что у тебя новое, что у тебя интересное, что у тебя дома, что ты хочешь, как ты не хочешь, где ты работал, где ты работаешь, я говорю, современные терминологии, и прочее, прочее. и вместо того, чтобы общаться с женщинами, она с мужчинами. И вот эти мужчины в данном случае оказался египтянин, и она клюнула на его важное звание, он был такой, ну типа офицер, как офицер такой, не самый, не унтер-офицер, нижний, лейтенант, а типа майор какой-то или что-то такое, клюнула на это, родился сын у них, и дальше вы знаете, чем это кончилось. А все потому, что она была сплетницей. И у нас есть много законов важнейших по лошонарам, по запрету на сплетни, на перенос информации, на то, чтобы интересоваться, как говорится, выковыривать из человека всякие данные о нем, знания о нем. Идешь по улице, а, привет, ну, что у тебя, как ты живешь, и дальше, и дальше начинает копать, и копать, для чего, чтобы передать потом дальше. Это называется разносить сплетни. Вот это его мать была, этого человека, и смотрите, до чего дело дошло, в конце концов, он не был воспитан хорошо, она слишком много по улицам бегала, вместо того, чтобы воспитывать своего сына, не был воспитан, в конце концов, дошло до его ужасного поведения, и ужасного конца, но вся история в целом. Видите, в Торе нигде ничего не замазывает, нигде ничего не скрывает. А ведь он был действительно еврей, но вот плохого поведения, еврей плохого поведения. и то, что его назвали в комментариях гер или прозелит, это потому, что он в отношении к этому колену Дана хотел туда проникнуть, пролезть, и объявил себя, что он прошел ги-юр, то есть переход души к тому колену. Слово гер означает, что ты перешел, поселился в другом месте. Он поселился в колене Дана, а не должен был этого делать. Это тоже нужно знать. То, что я вам рассказал, рассказано, кстати, в комментариях Рамбана. Вы спрашиваете в связи с комментариями Раши. Раши об этом не пишет, у него задача другая, он другое интересное написал в этом месте. Рамбан Раби Моше бен Нахман другое написал. Все это еще в мидраше Ваикра Раба, был такой мидраж Ваикра Раба, там об этом написано, я ничего не добавлял, я просто из этого сделал, мне кажется, полезный, поучительный рассказ для всех. Урок Туры такой. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова